доброе утро коллеги с вами саков роман компания адмирал маркетс и рад приветствовать вас на нашем новом видео первое видео в этом году если вы скучали если вам их не хватало не забудьте поставить лайк ну а сегодня мы обсудим ключевые события которые важны на текущий момент конечно сначала года произошло уже достаточно много и захват капитолия сторонниками трампа и биткойн по 40 тысяч и илон маск стал самым богатым человеком в мире но мы сегодня сконцентрируемся как раз на важных вещах которые сейчас происходят в мире но и безусловно конечно посмотрим что сейчас происходит на рынке безусловно сейчас ключевой новостью опять является политика импичмент трампа ему осталось то всего несколько дней до порядка недели быть у власти но попытки сделать второй раз импичмент для трампа они продолжаются ну и собственно в этой связи пока рынке скажем так реагируют довольно таки спокойно никакой сильной реакции мы не видели не сильных обвалов не сильного роста то есть это уже как бы все поняли что трамп уходит и к нему придется на замену уже избранный президент джо байден но все эти последних событий опять же то что было предложено а на текущий момент это воспользуется 25 поправкой конститута сша и вице-президенту собственно воспользоваться этой поправкой ну и избавить белый дом от трампа он накануне отклонил данное решение до данное заявление это было опубликовано во всех сми и собственно он считает что этого недостаточно все это не очень здорово здравый прецедент эти текущие события чтобы пользоваться ей и он сделать все возможное чтобы трамп смог на передать свои полномочия избранному президенту ну и собственно уже байден со следующей недели вступил на свои права ну как я уже сказал то есть реакция на рынке на рынок это особо не повлияло да и в принципе где уже события на текущий момент пока особо не влияет конечно мы с вами понимаем что штурм капитолия до несколько погибших которые были это безусловно печальные события которые были в связи с этим трампу были заблокированы аккаунты в twitter а также сегодня видим информацию то что youtube канал трампа заблокировать но его блокируется с ресторан чтобы он не влиял на людей собственно высказывая свои мнения ну что ведь видится его уход не самый скажем так хорошие хлопают двери он довольно таки громко еще одно важное событие ну точнее важный инструмент за которым сейчас следят все это безусловно нефть ну и собственно давайте вот нет мы а сразу же посмотрим на наших графиках собственно если говорить о нефти марки brent мы видим продолжение роста да сегодня мы также уже видели обновление локальных максимумов и по семьде на нефть марки brent мы подходили в область 57 собственно предпосылки для роста нефти с начала года были это решение опек плюс по снижению добычи которая с 9,7 миллиарда миллиард баррель в сутки может быть увеличена до более 10 и собственно ключевой страны как раз пойдут на это снижение но здесь важно понимать то что спрос пока еще не вернулся на уровне производства все еще пока мы производим больше чем фактически нужно по некоторым прогнозам данное возвращение у нас может быть во втором в трейдинг портале 2021 года но тем не менее на этих новостях нефть продолжает укрепляться да и ну и собственно это позитивно влияет для тех трейдеров кто торгует нефть на повышение ну и безусловно для тех инвесторов кто держит в своем портфеле нефтяные компании потому что эти компании сейчас как раз показывают довольно таки хороший результат с начала года да и в принципе энергетический сектор лучше всего растет с начала этого года хотя прошло всего 13 дней но тем не менее мы тоже должны это понимаете брать во внимание теперь давайте пробежимся по всем ключевым инструментам и посмотрим что сейчас происходит на рынке также важно понимать что мы видим на текущий момент рост доходности казачейских облигаций то есть это скажем так актив риск-фри то есть практически безрисковый актив ну сейчас речь идет о десятилетних облигациях которые стали подрастать свои доходности уже доходят до примерно один пятнадцать процента собственно в предыдущие несколько месяцев они колебались меньше одного что собственно может говорить о некотором перетоке денег от рисковых активов то есть акции уже непосредственно в рынок облигаций который был абсолютно не интересен последние полгода потому что даже инфляцию они эта доходность она не покрывала сейчас она плюс-минус сравнялась с инфляцией все равно инфляция остается пока на уровне 1 и 2 но доходность полка энергетических облигаций также продолжает расти поэтому сейчас мы наблюдаем на рынке по крайней мере коррекцию которую мы не видим по индексу с нп 500 но мы видим коррекцию по американскому доллару соответственно для многие валютные пары под раз просели против американского доллара ну и том числе сделал это евро последние пять торговых сессий мы видели локальный максимум который был сформирован на прошлой неделе в области 1.23.23 и собственно сейчас мы видим вот эту коррекцию вообще лично я для себя то есть мы видим здесь вполне явно восходящий тренд пока ничего не говорит об изменении потому что с точки зрения процентных ставок скорее всего в течение этого года мы не увидим никаких изменений со стороны фрс и для данная динамика наслабление американского доллара скорее всего продолжится поэтому сейчас по текущим уровням мы видим но довольно таки неплохие уровни для входа на продолжение тренда а с точки зрения дневного таймфрейма дамы скорректировались зона довольно таки неплохая из текущих уровней из этих областей я уже для себя тоже рассматриваю непосредственно покупки пока я сделки но активных сделок у меня в этом году еще не было а собственно по евро сегодня мы смогли закрепиться выше максимум который был собран и вчера уже после закрытия и здесь я для себя поставил отложенный ордер на коррекцию который сейчас как раз происходит меня в области ну примерно 50 процентов движения вчерашней торговой связи соответственно если мы скорректируемся в ту область где у меня находится пунктирная линия то с этих уровней я для себя рассматриваю вход это цена 1 2167 ну соответственно стоп лосс у меня стоит за минимальными значениями которые были одиннадцатого и двенадцатого января то есть понедельник-вторых соответствует по евро пока ситуация выглядит довольно таки интересной с точки зрения потенциальной сделки ну по крайней мере для меня ну и потенциал движения здесь я рассматриваю область 1 2335 как раз движение на область максимальных значений конечно если мы уйдем ниже данных минимальных значений которые были сформированы начале недели то еще одна волна коррекции здесь может по евро безусловно последовать а вот британская валюта довольно таки быстро откупили ту ту коррекцию которая была то есть опять же несколько дней здесь мы видели коррекцию одну особенно с начала года но уже это снижение было отыграно и но лично для меня здесь не было сделок для того чтобы присоединиться хотя мы видим то что точно также общее движение остается восходящим соответственно с тренд на повышение и ключевые сделки которые для себя рассматриваю на покупку но вчера мы видели активное движение то есть фактически вчера мы и закрепились выше максимум которые были в понедельник и вплотную приблизились к максимальным значением начала января поэтому здесь пока остаюсь без сделок пока здесь буду наблюдать но собственно те коррекции которые здесь будут тоже буду рассматривать себя как возможно для входа на продолжение как раз роста а по паре американский доллар канадский доллар а здесь также у нас сохраняется тенденция нисходящая ну как я говорю то есть начало этой недели мы видели укрепление американского доллара что видели в принципе и по этой валютной паре дня здесь пока не самый оптимальный уровень для входа вот если мы придем в область там 129 70 вот оттуда я попробую тоже заходить на понижение по данной валютной паре но сейчас только наблюдаю то есть конечно сейчас коррекция может еще продолжится а в данную область и дальше мы сможем видеть продолжение исходящей информации как раз по данной валютной паре пара американский доллар японская здесь тоже ситуация с точки зрения открытия сделок выглядит довольно таки интересно коррекция с начала года она сохраняется буквально два дня мы видим увидели продолжение исходящего движения ну а так точки зрения опять же дневного таймфрейма часового таймфрейма мы с 6 января видели восходящее движение которое также является коррекционным и так как тренд основной пока сохраняется нисходящий здесь я тоже для себя рассматривать возможности открытия сделать на меня понижение я поставил для себя отложный ордер отложный ордер у меня стоит по цене 1404 меня соответственно там где пунктирная линия и если туда придет то в эту позицию на продажу я войду стоп-ласс у меня стоит за максимум 11 января но а потенциал по прибыли это движение как раз к минимальной значение которое мы видели 5 и 6 января то есть там у меня будет стоять take profit австралиец новозеландия здесь не видели мы какой-то сильной коррекции собственно не очень интересно пока входить на продолжение тренда по данным валютным парам пойду пока здесь я продолжаем на наблюдать с точки зрения часового таймфрейма нас до коррекция сохраняется сейчас мы видим также продолжение исходящее движение по мне австралийцу но собственно может быть еще более глубокая коррекция посмотрим где она становится то будем искать точки для входа ну и плюс-минус то же самое по новозеландцу мы ударили в зону ценности как раз от которой минимально разумно заходить по тренду но пока у меня не было хорошей точки для входа поэтому тоже здесь я продолжаю наблюдать за данной валютной пары здесь пока отложенных ордеров я не ставил золото золото выглядит довольно таки интересно с точки зрения того что мы видим что пока золото не смогло уйти выше отметки 1957 долларов за тройскую унцу данный рост начался в декабре но сначала года тоже продолжилось мы ударили в этот уровень и отскочив от него увидели меня не сказать собственно коррекцию здесь мы можем говорить о том что пока у нас а сформирован боковик и в принципе здесь мы можем видеть как движение и еще вниз да так как все-таки пока тренд у нас сохраняется нисходящий пока я для себя вижу вот вот эту невозможность закрепиться за уровень 1957 как продолжение пока нисходящего тренда но с некоторыми признаками все-таки боковика поэтому с текущих уровней вчера я также для себя оставил отложенный ордер на присоединение по цене 1825 долларов за тройскую унцу я вчера мы к этому уровню не пришли поэтому сейчас уже вот данный отложенный ордер а удалю так как пока он уже но вчера он не сработал собственно сегодня актуальность его пропало то есть цена все-таки сможет закрепиться ниже минимума вчерашней торговой сессии то вероятно еще одну волну снижение мы сможем увидеть его тогда я буду искать это вновь возможности золота прикупить по дак so a по liksom здесь у нас тоже сохраняется коррекция мы видим что торгуемся мы на локальных максимум то есть мы уже обновили на этом в этом году максимmother чем которые были в прошлом году и на немецком индексе также началась коррекция началась она сначала этой недели собственно понедельник мы видели закрепление ниже минимальных значений которые были меня в пятницу и пока здесь коррекция сохраняется. Но, опять же, не самый лучший уровень для входа. Если посмотреть, опять же, дневной таймфрейм, если по DAX мы увидим коррекцию примерно в область по крайней мере 13679, а лучше 13350, то вот с этих уровней я уже для себя тоже буду рассматривать вход на продолжение роста. Ну и по S&P 500 вот тут коррекцию пока мы не видим. Мы видим все еще сильное продолжение тренда, сильное продолжение роста и пока мы можем только предполагать, что она может быть, а может и не быть. Может быть, с текущих уровней мы пойдем на, собственно, новые локальные максимумы. Поэтому пока здесь даже коррекция с точки зрения часового таймфрейма не началась. Если она произойдет, то я также для себя буду искать возможность заходить по тренду, как я это делал также в середине декабря при коррекции как раз в области поддержки. Здесь я заходил, выходил при достижении как раз локальных максимумов, которые здесь были. Ну и, собственно, та же история сейчас будет действовать. Если мы увидим коррекцию в область 3600, 3700, то, собственно, оттуда я буду искать вопрос, где она завершится. Она может быть и в 3600, 3700, 3500, но для меня важен момент завершения этой коррекции. Тогда я буду уже принимать решение, разумная ли точка для входа и тогда буду уже заходить. Пока мне нравится евро-доллар, пока мне нравятся доллар и иены, поэтому эти позиции я также продолжаю держать. Еще раз уж мы начали этот год, также хотел сказать несколько слов по моему инвестиционному портфелю, он довольно-таки неплохо тоже подрос с начала года. Много компаний, которые я добавлял, то есть, в принципе, сейчас я вижу доходность на текущий момент, да, то есть это плавающий, я пока не закрывал те позиции, которые были, но то, что видно, очень хорошо подрос Caterpillar, как раз SolarEdge, Archer Dennis Midland, то есть те компании, которые я покупал в прошлом году и также в этом году добавил для себя китайскую компанию. Это я добавил Alibaba. Важно понимать, что Рикс по ней очень высок, то есть вся эта ситуация вокруг длистинга американской компании, китайской компании с американских бирж, она все еще актуальна и плюс разбирательства, которые ведутся в Китае Jackman против, собственно, китайских властей, очень ситуация довольно-таки выглядит рискованной, поэтому здесь я купил всего лишь одну акцию по 229 долларов и пока добавлять не буду, да, то есть тренд там довольно-таки сильно, ну, цены акций довольно-таки сильно упали, ну, будем смотреть, чем эта вся ситуация закончится. Напомню, что также у меня есть еще в портфеле акции компании Baidu, купил одну акцию по 141, сейчас уже торгуется по 239, то есть довольно-таки неплохой прирост. Ну и тем более китайские компании сейчас выглядят довольно-таки перед, ну, недооцененными по сравнению с другими и как один из планов моих на 2021 год, это также нарастить объем в портфеле из акций, не только американских, но и в том числе и китайских, и европейских, и, возможно, также другие страны в моем портфеле появятся. Поэтому здесь пока самая минусовая акция, которая у меня есть, это акция Nikola, ну, в принципе, здесь я был к этому готов, хотя уже от минимумов, которые были там по 16 долларов уже практически восстановились, то есть мой уровень входа, средняя цена покупки 20 долларов 80 центов, то здесь остается совсем небольшой минус. И плюс также было очень много сомнений по поводу Intel, но Intel заявил также о новых чипах, которые они выпустят в этом году, которые будут конкурировать с чипами от Apple. И, собственно, на той новой технологии, которую они презентуют, возможно, в связи с этим компаниям удастся вернуть себе былое величие. Ну и, собственно, с точки зрения котировок мы видим продолжение роста. Поэтому акция вышла в плюс. Средняя цена моей покупки 48.36, сейчас 53.25 и сейчас уже чувствую себя у меня более-менее комфортно. Остальные акции также продолжают держать. Ну, об этом мы тоже будем говорить уже на наших дальнейших выпусках. Ну что, коллеги, всех с наступившим Новым Годом. Уже практически прошло середина января. Пишите ваши вопросы в комментариях. Не забудьте поставить лайк этому видео, если оно вам понравилось. Ну, а мы с вами увидимся также в пятницу и поговорим о том, как завершается текущая торговая неделя и что интересно на рынке произошло. Всем спасибо за внимание и до свидания. Субтитры создавал DimaTorzok